Алина любит проводить время с друзьями. Особенно ей нравятся подвижные игры. Но, признается девочка, площадок для игр не хватает. Тесно, мы не можем. Там хочется, чтобы были площадки, как у нас в Солнечном, такие вот большие. Такого же мнения придерживаются ее подруги и взрослые. Качелей у нас тоже мало. Постоянно качели заняты, и получается так, что мы не можем покататься. Я бы хотела больше спортивных площадок. Я бы хотела, чтобы для ребят постарше были большие площадки, а для маленьких детей были маленькие площадки отдельно. Скамеек. Вообще катастрофически просто не хватает. Даже некуда сесть. Просто мамы стоят, дети играют, и не приткнутся ничего. На сегодняшний день в городском поселении Видное расположено более 130 детских и около 40 спортивных площадок. Цифра внушительная, но действительно ощущается недостаток игровых зон для детей. На радость маленьким видновчанам этим летом оборудуют новые места для игр и занятий спортом. Появятся они в микрорайоне Солнечный у дома номер 2, на ПЛК возле детской поликлиники, у дома 25, 26 и 28 и возле домов 4 и 6. Кроме того, установят новые спортивные тренажеры на существующих площадках, на школьной улице между домами 47 и 49 и на Петровском проезде у домов 16, 18 и 20. Комплексы установят по новой схеме, делая их межквартальными, что позволит сэкономить место во дворах. Также на межквартальной площадке можно разместить множество разных спортивных и игровых конструкций. Каждая из площадок имеет индивидуальный проект и площадь свыше 350 квадратных метров. В этот год у нас запланировано устройство шести межквартальных площадок. Работы будут произведены в августе месяце. В срок завершения работ по благоустройству, в общем, себе ставим цель до середины сентября. Мы постараемся сделать по максимуму до начала сентября, чтобы у людей ко дню города и первого сентября было какое-то радостное настроение, что о них не забывают и о них заботятся. На реализацию проекта из городской казны выделено 15,5 миллионов рублей.